Проект «Я помню». Интервью с ветераном Великой Отечественной войны. Кореш. Юлия Владимировна. Руководитель проекта и главный редактор Артем Драбкин. Интервью и литературная обработка Максим Свериденков. Опубликовано 20 октября 2006 года. Часть вторая. Моя трудовая жизнь началась с 1 сентября 1941 года. Взяли меня учеником слесаря. Работа была сдельная, рабочий день 12 часов. С 8 утра до 8 вечера первая смена. И с 8 вечера до 8 утра вторая смена. Смены чередовались каждый день. Один день дневная, другой ночная. И получала я сначала где-то около 145 рублей. В цехе в основном работали молодые ребята и девочки, как я, от которых особо многое не требовалось. Мы изготовляли детали для партизанских приборов радиосвязи. Я пробивала дырки в железных ящиках, корпусах этих приборов. Потом их спаивали, и уже на самом заводе происходила окончательная сборка. Еще я участвовал в изготовлении щипцов, с помощью которых скидывали с крыш зажигательные бомбы. Эти щипцы надевались на длинные палки. Я делала дырки в ручках щипцов, чтобы их можно было привинтить деревяшкам. Что характерно, мастеров у нас не было, и мы сами как умели, так и делали все. В результате у нас в процессе работы сверла летели. Ходили постоянно в кладовые за сверлами. Сколько я сверл испортила тогда. Мы-то были неквалифицированными работниками. Какими были отношения в коллективе? Между собой мы почти не общались, времени не было. Да и станки у нас орали так, что мы друг друга не слышали. Работало нас человек пять в этом цеху. Встречались в основном только в бомбоубежище, когда воздушная тревога была. А если когда и говорили, то все разговоры были о еде. В блокаду уже не было страха смерти или наоборот? Мы как-то не задумывались. По крайней мере, я не думала, что могу умереть. Наоборот, когда с подругой встречались, то мы вспоминали. А помнишь, как мы ходили за восточными сладостями? Она улыбалась. Помню. А как пирожные покупали, помнишь? Других разговоров и не было. И чувства страха, и мыслей, что вот могу умереть, у меня не было. Я больше думала о том, как теперь блокада научила меня жить. Думала, что когда окончится война, я буду многое делать по-другому. Вот я куплю килограмм пшена и кашу сварю. На целую неделю хватит. И подруга говорила, что даже если мы будем мало получать, мы проживем, так как знаем теперь, как можно дешево готовить. Такие у нас всегда были разговоры в тот период. Правда, один раз на работе мы с одним парнем немного поболтали о какой-то книге. Название уже не помню. Но оказалось, что эта книга есть у меня. Он попросил принести ее почитать. На следующий же день книга была у него. Но он ее мне так и не вернул. Он просто через несколько дней уже не пришел на работу. Умер, наверное. Прямо в цеху у нас ни с кем такого не случалось. А вот не дойти и замерзнуть на улице было можно. Война перевернула всю нашу жизнь. Изменила все наши планы и взгляды на многие вещи. Мы повзрослели, но еще не представляли, какие тяжкие испытания нас ждут впереди. 8 сентября был первый массированный налет на город. Ленинград весь пылал и сотрясался от взрывов. Трое суток горели бадаевские склады, где хранились запасы продовольствия. Ленинградцы долго ходили на эти пепелища и выкапывали вместе с землей горелый сахар. С этих пор до снятия блокады обстрелы и бомбежки не прекращались ни на один день. В среднем на каждый день блокады приходилось сотни разрывов снарядов и бомб и десятки пожаров. 8 сентября разбомбила и наш дом. Я была на работе в ночную смену, а мама в бомбоубежище через дом от нашего. Когда я утром пришла домой, мы стали раскапывать завалы, но найти мало что удалось. Пока нам подыскивали другое жилье, мы жили в бомбоубежище. Потом пожить на новом месте пришлось только до 7 ноября. В этот день я была на работе в дневную смену. И в этот день в наш новый дом попала бомба весом в одну тонну, пробила все пять этажей и застряла в подвале, так и не разорвавшись. Она прошла в метре от нашей комнаты. Жить в нашей квартире стало уже невозможно. Но это чудо, что мама осталась жива. В Ленинграде ведь как было? Постепенно ты настолько привыкаешь к бомбежке, что появляется чувство безразличия. Гремит и гремит себе. Я в бомбоубежище ходила только на работе, там заставляли. А если я дома и бомбежка, я не выходила. Мама тоже. Когда эта бомба рухнула на дом, мама сильно контузила, и после этого ее здоровье резко ухудшилось. На новой третьей квартире она уже практически не выходила из дома. Даже за хлебом ходила я. Очереди за хлебом двигались быстро, а потому были относительно небольшие, ну, может, человек десять. Иногда бывали такие случаи, я видела, взвешивают кому-нибудь кусочек хлеба, а тут какой-нибудь голодный подскакивает, и хоп, кусочек в рот забрасывает себе. Его били, кидались, но что поделаешь, он уже съел. Кроме голода еще и от холода все очень страдали. Перебравшись в третью квартиру, мы с мамой приобрели буржуйку и топили всем, что могло гореть, бумагой, стульями, столами. Мы все сожгли. И так каждая семья. Удивительно, но при этом ленинградцы не рубили деревья, украшавшие город. У нас на всем протяжении Невского проспекта несколько деревьев стояло только около гостиного двора. И в летнем саду деревья сохранились. Михайловский сад стоял. Может, одно-два дерева спилили, но сад как таковой остался. Мы очень берегли свой город. На мраморные скульптуры в летнем саду были надеты деревянные колпаки, чтобы защитить их от бомб. Даже дорогая уральская ваза, которую какой-то швед подарил Петру Первому, была под таким колпаком. И Суворов возле Троицкого моста был закрыт мешками с песком. А вот статуи Екатерины ничем не прикрывали. Видно, властям было все равно, разбомбят ее или нет. А вообще, это все-таки ленинградцам нужно быть, чтобы понять, почему деревья остались нетронутыми. За то, чтобы согреться, люди даже паркет разбирали в домах. Это ни с чем не сравнимое было чувство, когда в блокадную зиму можно было сидеть у теплой печурки, мы кипятили и пили пустую воду. Выпивали по целому чайнику, просто чтобы только наполнить свой желудок. Но потом печка тухла, и в комнате все замерзало. Одежду и валенки мы не снимали, так и спали одетые. В чем иду на работу, в том же и в кровать. Еще сверху одеялами накрывались, и всем, что найдем, из тряпья. К утру температура в комнате была минусовая. За водой я ходила на Неву. Прорубь была около летнего сада. Здесь у берега стоял какой-то корабль, и матросы утром очищали прорубь это льда. Я к фанерке привязывала веревку и надевала ее на шею. Чайник привязывала к фанерке и ехала к Неве. Достать воду было непросто, так как пока тащили из проруби сосуд, вода выплескивалась, замерзала, образовывалась горка, и надо было ползти к воде, а сосуд опускать на веревке, чтобы достать до воды. Матросы старались скалывать лед, делать ступеньки, но за день все это снова превращалось в сплошную ледяную горку, а силы наши все уменьшались и уменьшались. На работу каждый день кто-то не доходил. То ли умер дома, то ли по дороге. Задача каждого из нас была одна. Если идешь по улице, и тебе становится невмоготу, не садись, замерзнешь. Но те, кто находил себе силы встать на ноги, покачиваясь, держась за стены, медленно шли на работу, в магазин, за водой, высохшие для того, что кости выпирали из-под кожи, с потемневшими лицами, коричневыми кругами у провалившихся глаз. И падали. Горы трупов ждали погребения. Вообще, идя по городу, можно было увидеть торчащие руки из снега. И то, это только в тех местах, где были тропинки, а снег-то валил и валил. Помню, однажды иду за хлебом, устала и где-то присаживаюсь, сил больше нет идти дальше. Но смогла подняться, а на чью-то помощь рассчитывать можно было далеко не всегда. У многих сил-то не было, чтобы руку кому-то подать. Помогали обычно только солдаты или моряки. Замерзших пути быстро заносил снег. Впрочем, некоторых находили раньше. Ездила специальная машина, которая собирала трупы по дорогам. Их складывали в открытый кузов в тех позах, в каких получалось. Даже рядами складывать не старались. И если ветер на ходу раскрывал тент такой машины, когда она проезжала мимо, то можно было увидеть кучу тел с торчавшими руками и ногами. Везли эти трупы прежде всего на Пискаревское кладбище, где потом весной всех хоронили в братской могиле. Пишут, что там было похоронено около 600 тысяч человек. Думаю, больше. Хотя сколько именно на этом кладбище, не знаю. Но вообще больше миллиона умерло. А точно сосчитаешь? Ведь как делали отметки о смерти? Походят по домам и поспрашивают оставшихся жильцов. Кто у вас умер в доме? И записывают так со слов. А сколько людей было с пометкой, дальнейшая судьба неизвестна. Большинство из таких как раз и умерло замерзнув. Кроме Пискаревского, еще на Серафимовском кладбище было большое захоронение. Но и кладбищенской земли не хватало, поэтому трупы даже в реки сбрасывали. В фонтанку, в Неву. А весной эти трупы наверняка всплывали. Но Нева настолько быстрая река, что уносила их быстро, и в районе Питера особо видно не было. Умирали не только от голода. Каждый день в разное время суток бомбежки сменялись артообстрелами. Мы уже не обращали на это внимания. Если не свистеть над головой, то и не ходили в укрытие. Страшнее были пожары, так как тушить их было некому и нечем. И горели дома, пока в них было чему гореть. Попытки тушить пожары превращали улицы и дворы в ледяные глыбы. И ходить по таким улицам становилось невыносимо. Город занесло снегом, льдом. Пробираться можно было только по протоптанной тропинке. С работы я все время возвращалась по одному и тому же маршруту. Обычно я доходила до моста через фонтанку, перебиралась на другую сторону фонтанки и шла до дома. Вечером, чтобы не наткнуться друг на друга, мы носили покрытые фосфором светящиеся круглые значки. Их тогда выдавали всем ленинградцам. Тревожная атмосфера была. Практически все небо, во всяком случае рядом с наиболее важными объектами, закрывали дирижабли, висевшие на высоте около ста метров. Лучи прожекторов скользили по высоте, пытаясь выхватить самолеты. Да и вообще в первые месяцы блокады шпиономания была. Если кто-то ночью на крыше спичкой чиркнет, его тут же могли поймать, мол, фашистам сигнал подает. Война, смерть вокруг. А не возникало женского желания выглядеть красивой? Когда вокруг такое творится, да еще морозы стоят, разве тут до красоты? А тем более, когда ни в театр, ни в кино не сходишь. Дома тогда рушились, люди умирали, не до праздников было. Однако ребята, которые с нами работали, иногда пытались за нами ухаживать, хоть мы от голода скорее на скелеты были похожи, чем на красавиц. Только нам было не до них, да и общаться на работе было некогда, разве что во время бомбежек. Когда немцы сбрасывали зажигательные бомбы, то мы должны были по очереди дежурить на крыше и на чердаке, чтобы их тушить. Дежурили мы по два-три человека. Иногда можно было попасть на дежурство вместе с людьми из своего цеха, иногда нет. И вот я дежурила с одним парнем. Бомбежка была далеко, на Васильевской, на Петроградской. Далекие взрывы едва доносились до нас. Он ходил по чердаку и пытался к меня как-то отвлечь, развеселить, рифмовать начал. Сижу ли я, брожу ли я, передо мною Юлия. Да, молодежь легче переносила войну, а взрослые больше нас боялись, как мне сейчас кажется. Тем не менее, какой-то страх был у всех. Часто, выходя с работы, я слышал вдалеке взрывы и думала, дойти бы до дома. Наверное, в блокаду многие жили с таким чувством. Вернусь к дежурствам на крыше. В одно из таких дежурств меня украли мою и мамину продовольственные карточки на декабрь. Это был удар хуже бомбы. Мама не работала, я получала 150-200 рублей теми деньгами, как ученица, а буханка хлеба на рынке стоила тысячу рублей. Да и мало тогда деньги были в ходу, больше обмен шел. Главной валютой была водка, папиросы, а деньги нужны были только, чтобы хлеб по карточке купить. На это 150 рублей более чем хватало. За квартиру мы не платили, за свет не платили, на трамваях не ездили. А наличие продуктовой карточки тогда означало жизнь или смерть. До сих пор страшно вспомнить. Произошло все в конце ноября 1941 года. Нам в конце месяца по месту моей работы выдавали карточки на меня и на маму. Я сначала положила карточку к себе в карман кофты, а потом переложила в пальто. Подумала, что так будет надежней. И как раз пришлось мне дежурить на крыше с девушкой из моего цеха. Тут я про карточки вспомнила, почему-то забеспокоилась и говорю ей, я ж карточку в шкафчике в пальто оставила. Там с ней ничего не случится. Но тут началась воздушная тревога. Когда я наконец смогла ощупать карманы своего пальто, там уже моих карточек не было. У меня истерика, все кинулись утешать. Даже начальник прибежал, но что тут сделаешь. Тогда уж я в конце решила, домой не пойду. Ну как я скажу маме, что нет карточек? А та девушка, что со мной на крыше дежурила, предложила. Давай я дам тебе свою карточку, а ты, выкупая, половину хлеба, будешь мне отдавать. Что мне оставалось делать? Я согласилась и взяла ее карточку. Принесла домой. От мамы все скрывала и ходила ужасно голодная. Но мама-то видела, что я почти не ела хлеб. Поэтому частенько свой подсовывала, а сама не доедала. Полмесяца так было. Потом выяснилось, что именно та девушка, которая со мной якобы поделилась карточкой, мою карточку и украла. Дело в том, что один-два раза в месяц нужно было проходить регистрацию карточек, чтобы не получилось так, что кто-то будет получать хлеб за уже умершего. А эта девушка, хотя и отдала мне карточку, но пришла с другой, поставила печать и сразу подала заявление на увольнение. Так я и не встречалась с ней после этого. А вам приходилось употреблять в пищу что-нибудь вроде столярного клея? Говорят, в блокаду из него делали оладьи. Да, но где было достать этот клей? Помню, как только детям, служащим и иждивенцам норму хлеба сократили до 125 грамм, так все стали варить ремни кожаные. Рабочие тогда 250 грамм хлеба получали, и никакой другой еды не было. Конечно, на стационарном заводе очевидно существовали столовые для рабочих, которые даже ночевали на производстве. На многих заводах было такое казарменное положение, но мы-то работали в маленьком филиале, и столовой у нас не было. Поэтому вся еда, которую я видела, это только 125 грамм хлеба на маму и 250 на меня. Так прошел весь ноябрь и декабрь. Правда, 31 декабря по радио сообщили, что наш десант взял Керчь и Феодосию. По этому поводу заиграла музыка. Нам выдали талоны на получение пол-литра красного вина в магазине и 50 граммов клюквы. Но, как понимаете, это был единичный случай. Голод был страшный. В городе пошли слухи о том, что началось людоедство. Я сама не видела, но сужу по тому, как выступал Даниил Гранин, автор книги «Блокадный Ленинград». А Гранин ведь жил в моем районе, чуть ли не напротив моего дома. Вышла его книга в 70-х годах. Но Косыгин запретил публиковать главу, где говорится о людоедстве. А буквально в прошлом году по телевизору показывали пять авторских вечеров Гранина, где он подробно говорил о блокаде. Мне больше всего запомнился такой эпизод. Гранин рассказал, что ему позвонила женщина. При встрече она ему о таких ужасах поведала, однако запретила называть ее имя и адрес. Оказывается, когда наступила самая суровая первая блокадная зима, у нее было двое детей, одного из которых они с мужем решили убить и съесть, чтобы хоть один ребенок смог выжить. Во многих других книгах о блокаде тоже писалось о подобном. Ходили слухи, что на сенном рынке торговали человечиной. Но оговорюсь сразу, насколько это верно, я сама сказать не могу. Рынок был очень далеко от нас, и у меня не было ни сил, ни денег, никаких, никаких-то ценных вещей, чтобы идти туда. С наступлением весны переносить блокаду стало легче? Морально легче. В начале апреля нас призвали на субботник по уборке города. Надо было скалывать лед с тротуаров. На нашей улице его толщина доходила до полуметра, так как тушили пожары. Мусор и нечистоты всю зиму не убирались, обнажилось много неубранных трупов. Все в городе боялись эпидемии, но обошлось. В начале весны фашисты разбомбили уже третий дом, где мы жили. Нужно было куда-то перебираться, собирать документы. Сил на это не было. А двоюродная сестра мамы, она жила на Суворовском проспекте, предложила нам, ну зачем вам искать что-то? Лучше вместе жить будем, так и теплее будет. Переезжайте к нам. И мы с мамой все, что у нас было, сложили на фанерку и отвезли к моей тете. Жила она довольно далеко от нас, тем более, как это показалось тогда нам, ослабевшим за зиму. Добираться-то нужно было пешком, а мама уже лежала, почти совсем не ходила. Пришлось спросить кого-то на санках и ее подвозить. Но все-таки мы добрались туда и обосновались у тети Нюры. Эх, если бы я знала, что именно из-за этого мама умрет. В комнате, где тетя расположила нас с мамой, было огромное овальное зеркало, метр два в ширину, метр полтора в высоту. Красивое зеркало в широкой, шикарной раме. Диван, на котором лежала мама, был как раз напротив этого зеркала. А рядом у изголовья стояла небольшая тумбочка. На нее мама клала свой кусочек хлеба, который я приносила ей по карточке. Вскоре маме стало хуже, и она перестала подниматься с дивана. В огромном зеркале, повернув голову, она видела, как подходит сестра, крадет и съедает ее маленький кусочек хлеба. Когда я приходила с работы, мама тихо-тихо говорила мне, и у нее на глаза наворачивались слезы. Она съела, Нюра, съела мой хлеб. И что тут сделаешь? У нас квартиры нет, мать ходить не может. Куда нам деться? Посмотрела на нее в горле ком и говорю, мам, помолчи уж, чтобы нас не выгнали. Однако оставаться у тети Нюры недолго пришлось. Сожитель тети, который в милиции работал, сказал, что есть возможность уехать. И на этот раз мы решились. Наше с мамой состояние требовало выезда из Ленинграда. Особенно плохо чувствовала себя мама. Она сначала очень распухла, потом сильно похудела. Ей было всего 40 лет, а выглядела она как глубокая старуха. В результате мы втроем, я, мама и тетя Нюра, отправились в эвакуацию. В конце апреля закрывалась до навигации дорога жизни, так стали ее называть позже. И у нас был последний шанс уехать. Покинули Ленинград мы 12 апреля. Из города мы ехали по Ладожскому озеру по кузов в воде в открытой полуторке. И опять нам не повезло. Где-то посредине дороги сломалась наша машина. Выйти из нее мы не могли, так как она стояла в воде. Спрятаться от ветра было негде. Мы просто окоченели, особенно мама. Когда машину починили, тронулись дальше. Но мы с мамой уже успели промерзнуть, обе ведь сидели в кузове, а тетя в кабине с водителем. Я не раз стучалась, просила, чтобы тетя Нюра дала маме погреться. Но мамина двоюродная сестра не пустила ее даже на полчаса. Как мы с мамой не вжимались в дно кузова, чтобы спастись от пронизывающего ветра, это не помогало. Была уже ночь, везде было темно, и только время от времени вспыхивали какие-то фонари, сверкали отблески взрывавшихся вдали бомб. Мы с мамой были уже в таком состоянии, что не поняли, как и с помощью кого очутились на станции на другом берегу Ладоги. Надо сказать, когда мы прибыли на другую сторону Ладоги, наш эшелон уже был готов к отбытию. Огромный состав, вагонов 30. Это был милицейский эшелон. Как я уже говорила, сожитель тети Нюры работал в милиции, и поэтому мы попали на этот поезд. Милиционеры семьями эвакуировались в Краснодар. Помню, зашли мы втроем в вагон, а там все сидят и едят. Нары сделаны, двух-трехъярусные, буржуйка топится. Мы были промерзшие, но никто не желал уступить место у буржуйки. И что самое обидное, мы даже не могли дойти до места, где выдавали еду. Приехали-то мы впритык ко времени отправления. Я все равно хотел рискнуть и сбегать за едой, но у выхода меня остановили. Нет, ты останешься здесь. Уже два раза говорили, что трогаемся. Сейчас состав уйдет, а ты что, на станции будешь стоять. Наконец поехали мы, так и оставшись без еды. Следующая остановка, где можно будет поесть, должна была быть в Волховстрое. Поезд шел медленно, а ночью даже останавливался во время бомбежки. Мама к тому времени уже была без сознания. На следующие сутки мы доехали до станции Волховстрой. Там мама и нашла себе вечный дом. Она умерла на пути к станции. В вагоне все стали ворчать. Зачем держать среди живых мертвого человека. Кто-то пошел и вызвал начальника поезда. Тут же пришли санитары и положили маму на носилки. Я решила, тоже пойду, чтобы хотя бы знать, где она похоронена. Меня остановили. Ну что ты пойдешь? Поезд тебя дожидаться не станет, а здесь карточку тебе не дадут. Вот и будешь ходить ждать, когда в другой эшелон возьмут. Да и маме своей ничем уже не поможешь. Тогда я смирилась. В Оховстрое у нас все-таки была короткая стоянка, и я отправился искать еду. Когда я зашла в небольшой деревянный вокзал, то ужаснулась. На полу лежали умирающие. Те, у кого пробивались отголоски сознания, пытались куда-то бесцельно ползти. Это было страшно. Стою, как вкопанная, смотрю и даже забыла, что пошла за едой. Потом все-таки пришла в себя, иду, и котелок к себе прижимаю. У нас у всех были свои котелки, но их не выдавали. Самим раздобывать нужно было. И вот положили в котелок мне кашу, сверху салом залили. А мы же после голода, дистрофики, у нас все болезни от цинги до дизентерии. И тут нам дали кашу пшенную с огромным количеством жира свиного. Многие, съев ее, умирали от заворота кишок. Но на всем пути нас ничем другим не кормили. Это было самым дешевым. И я, конечно, мучилась ужасно от такой еды, но все-таки выжила. А мама моя осталась в Волховстрое. Братскую могилу ее положили. Позднее открытку прислали по месту ее рождения, так что хоть знаю, где она. Как я плакала, когда эшелон тронулся. И вдруг тетка Нероп ко мне подходит. Ты сейчас по карточкам получила еду на себя и на маму. Отдавай мне половину маминой порции. Тут я ей все высказала и про то, как она у матери крохи хлеба воровала, и о том, как мама из-за нее от холода умерла. Она поняла, что ничего ей не дам, и пошла к начальнику поезда, сказала, у нас из вагона забрали труп умершей, но там все равно получают на нее продовольствие. Начальник пришел, чтобы разузнать, что и как. Смотрю на него и говорю, это моя мама была. А он отвечает, ну и бери две порции на себя и на маму. Пожалел меня. После этого с теткой я больше никогда не встречалась. Ехали мы долго, окружными путями. Военные эшелоны приходилось пропускать. Народу в вагонах было битком. За время пути я познакомилась с одной женщиной лет тридцати. Она говорила, что по пути будет Борисоглебск, где она родилась. Женщина эта жила недалеко от вокзала с отцом и матерью, которые ждали ее приезда из Ленинграда, и она мне предложила пойти к ней. Я согласилась. До сих пор помню этих людей. Жилось им самим нелегко, но без их помощи и поддержки я бы не выжила. Однако без матери очень одиноко мне было. Я написала письмо в Янкино, деревню, откуда родом мои родители. Оказалось, там мой дедушка живет, папин отец. Он был эвакуирован из Вышнего Волочка, когда город стали усиленно бомбить. Его сын, родной брат моего отца, отвез деда в деревню, где у них сохранился дом. Дед обрадовался, что я жива и написал мне, чтобы я приезжала. Я отправилась за билетом, но мне говорят, нет, фронт, не даем билеты. Ходят только специальные поезда, на которые нужен особый пропуск. Дедушка месяц хлопотал, чтобы дали мне разрешение на выезд. Гражданские эшелоны почти не ходили, но все-таки ему удалось добиться, чтобы мне выдали билет. Ехала я из Борисоглебска недели полторы до Москвы, а дальше пересела на другой поезд. Вскоре мой Борисоглебск взяли немцы. То же произошло и с Краснодаром. А на оккупированной территории с человеком все может случиться, сами понимаете. Спасла меня судьба. И вот я приехала к дедушке в Тверскую область. Дед мой был сапожником, обувь чинил, шорник хороший был, хомуты для колхоза правил, мастер на все руки. Ему за это труда дни писали, а колхозники за работу приносили кто яичек, кто молока, кто сметанки. Незадолго до моего приезда дед все это начал копить, догадывался, каково мне после Ленинграда. Я даже не помню сейчас, как добралась до деревни. Будь-то все произошло само собой, а ведь до деревни было восемь километров, но в памяти сохранилось только то, как я подошла к дому и открыла дверь. Дед в кухне около окна сидел и чинил какие-то сапоги. Я ему «Здравствуй, дедушка!» Он не отрываясь от работы «Здравствуй, здравствуй, матушка! Ну что, проходи!» Он ко мне даже не поворачивался. Потом поднимает голову «Ну что ты стоишь? Чего тебе надо? Говори!» Я лишь тихо ему повторяю «Дедушка!» Он внимательно посмотрел на меня «Юлька!» Так и заплакали с ним. И когда сели за стол, он поставил передо мной корзину яиц, крынку глиняную, литра два сметаны, крынку молока и коровай хлеба. «Вот, внученька, ешь!» Улыбнулся он мне. И только спустя год после блокады, когда я какое-то время прожила у дедушки, я смогла сказать, что сыта. До этого даже удивлялась, как люди могут говорить, что больше не хотят есть. Я поправилась на 30 килограммов там. Живот распух. Помню, дед ходит и все смотрит как-то косо на меня. Наконец, все-таки спрашивает «Юлька, а кто ж отец этого будет?» Я с удивлением «Кого?» Дед нерешительно. «Ну, говорят, мол, ты беременная. Со стороны действительно похоже было. Сама палка такая и огромный живот». Я только рассмеялась. Да не беременная я, овощей отъелась. Когда я уже чувствовал себя более-менее здоровой, дед сказал, что я сиротинка осталась и надо учиться обязательно, чтобы себе самой в жизни помогать. А дедушка мой уже старенький был, лет 80. Но тут решил все сделать, чтобы я образование получила. В деревне учиться было негде. Школа десятилетка и техникумы находились в городе, до которого нужно было пройти 8 километров. Две наши девушки из деревни учились в педучилище и я стал ходить с ними. У меня сохранилась зачетка, где значилось, что я окончил один курс техникума в Ленинграде, поэтому в педучилище меня сразу взяли на второй курс. Я была комсомолкой, а в 1943 году по рекомендации комсомольской организации и еще двух рекомендующих я вступила в партию. Меня избрали в райком комсомола и дали должность внештатного секретаря, ведавшего военно-спортивной работой. Там я даже вела какое-то время военную подготовку у детей, начиная с четвертого класса. Затем поручили мне ездить по деревням и комсомольские организации создавать. Представьте, путь километров за двадцать, дорог никаких, транспорта нет. Так и ходила в основном пешком. И помню, дали мне какую-то деревню, чтобы я там создала комсомольскую организацию. Приехала, стала агитировать, а никто не вступил. Председатель колхоза мне говорит, пока еще светло, идите домой, ничего у вас не получится, бесполезная трата времени. До вас уже приходили и не один раз тоже агитировали, но никто не вступает. И на обратную дорогу лошади у них уже не оказалось, так что тридцать километров пешком топать пришлось. Такая вот у меня должность была. А окончив педучилище, я работала в начальной школе военруком. А в Ленинград не думали возвращаться? Я всегда думал об этом. И уж точно не собиралась в деревне жить. Я окончила педучилище и сразу, как только сняли блокаду, стала пытаться уехать в Ленинград. Но получалось так. Только выхлопочу пропуск. Въезд в город закрыт. Спустя полгода я написала своему дяде, чтобы он снова сделал мне вызов. Но город опять был закрыт, и чтобы оформить пропуск по вызову от частного лица, мне еще в Калинин нужно было ехать. Пока я на это решалась, услышала, что Ленинградский институт физкультуры имени Лесгавта набирает студентов. А до войны ведь на всех соревнованиях приходилось сталкиваться с ребятами оттуда. Конечно, я бредил этим институтом. Ну и подала документы. У меня ж среднее образование уже было после педучилища. Да еще к документам и справку предложила, что работаю военруком. И мне прислали вызов на экзамены. Так и получилось, что я попала в Ленинград только в июне 1945 года. Это был уже не военный город, а место, где налаживается жизнь. Улицы подчищены, все выходили на субботники. Разрушенные дома были накрыты ремонтной сеткой. Город Ленинград был в строительных лесах. До экзаменов еще оставалось время, а институт имени Лесгавта готовился к грандиозному параду, который должен был торжественно пройти в день физкультурника на Красной площади в Москве. Все экзамены я благополучно сдала и была зачислена на первый курс. Учиться мне было интересно. Довольно скоро случай меня свел с отцом, который числился без вести пропавшим. Оказывается, во время войны он был в плену. Он рассказал, что служил под командованием генерала Власова еще до того, как тот перешел на сторону немцев. Когда их окружили и они попали безвыходное положение, генерал Власов скомандовал, чтобы выходили из окружения кто как может. Отец добрался до какого-то болотца и залег в камышах. Так и провел в камышах целую ночь. А утром проснулся, голову высунул из камышей, а рядом два немца наводят на него автомат. Так он попал в плен. Однако потом, когда советская армия стала освобождать пленных, то он снова оказался в строю, участвовал во взятии Праги. После окончания войны, по возвращении в Ленинград, ему захотелось узнать, что стало со мной и с мамой. Он пришел к нашему дому, но увидел, что все разрушено. Ему не давал покоя вопрос, где же мы, живы или нет. Брат мамы посоветовал ему сходить в адресное бюро и там попробовать все разузнать. В адресном бюро отцу дали мой адрес, где я жила. Немного позднее, как участнику войны, отцу со мной на двоих дали маленькую комнату, всего 11-12 квадратных метров в ужасно запущенной за блокаду квартире в нашем же районе. Но он решил съездить в Вышний Волочок повидаться со своим отцом и братом, да так там и обосновался, женился. Я осталась одна. Мои доходы, стипендия. Училась я хорошо, повышенную стипендию получала. В институте встретила человека, который стал моим мужем. В 1949 году мы с ним окончили институт и получили направление на работу в город Смоленск, где и живем до сих пор. Как сложилась моя судьба в Смоленске, это другой сюжет. Что сегодня связывает вас с Ленинградом? В Ленинград я периодически езжу. Там у меня дети и внуки. И знаете, до 70-х годов я никак не могла собраться с духом и прийти на то место, где до войны стоял мой дом. Много боли и любви у меня связаны с Ленинградом. Именно поэтому, когда ввели значок «Житель блокадного города», мне захотелось его получить. Я попросила подругу разузнать, что для этого необходимо. Она все выяснила, я стала собирать документы. Метрическое свидетельство у меня пропало в войну. Пришлось послать запрос в Калининскую область, в город Красный Холм, куда немец не дошел. И мне прислали дубликат метрики. Но еще мне нужна была справка, что я 6 месяцев жила в блокадном Ленинграде. Однако в письме из Ленинградского дома управления мне ответили, что сведений обо мне нет. Во время очередной поездки я пошла туда сама. В конце концов, они дали мне справку о комнате на улице Пестеля, где я жила после того, как мой дом разбомбили. Но там ведь не спешили прописывать, и получилось, якобы я жила в Ленинграде только с ноября. Мне посоветовали идти в архив. Там я перерыла все книжки соляного переулка, но ничего не нашла ни о себе, ни о матери, ни об отце. В конце концов, я пошла в райисполком, там мне тоже не смогли помочь, однако сказали, того, что я работала на филиале ленинградского завода Красная Заря с сентября до апреля, достаточно для получения медали за оборону Ленинграда. И я получила эту медаль. А вот документов о том, что с 1928 года жила в Ленинграде, так и не нашла. И еще, знаете, в соляном переулке на месте того дома, где жили мы с мамой, сегодня здание, построенное совершенно в другом духе, и уже нет там ни того двора, ни той атмосферы. Все абсолютно чужое мне. Ленинград я очень люблю, но очень большую часть моего Ленинграда навсегда унесла война. Интервью и литературная обработка Максим Свериденков Конец интервью Читал Олег Лобанов Максим Свериденков